Я вышла с работы, а тут перед работой вот такое дерево красивое, дерево-куст. И пахнет. Тебе коротковато, да, ручка? Да, ручка коротковата. Итак, всем привет, друзья! Вы снова на нашем канале Три Руки. Мы вещаем из города Волгограда. Сегодня у нас будет видео про закупку. Закупаемся мы как можно больше. Во-первых, две причины у нас на это. Во-первых, захотелось нам снять видео про закупку на месяц. И мы поэтому хотим побольше продуктов закупиться. Но во-вторых, у нас накопилось много купонов. Акция проходила. Теперь у нас 100 рублей скидка от 500 в магазинах Магнит. И мы отоваливаем эти купоны. У нас уже вторая ходка. Так что... Так что придется отоваривать все купоны, которые мы набрали до этого. Вот такие дела, такие дела, друзья. Идем в магазин. Второй раз. Что у нас дома есть? Я расскажу, чтобы не было вопросов, почему мы это не берем. Да, у нас дома много масла. Помните тест масла? Так что у нас там очень много масла дома. У нас много масла и растительного тоже дома. Также у нас дома есть капуста. У нас дома очень много гречки. Еще с прошлой закупки не закончилось. Мы это брать не будем. И много фасоли консервировано еще. Да. Так. Ну и, конечно же, некоторые категории продуктов мы не будем покупать в большом объеме. Потому что мясо мы перерабатывать любим, а курицу не любим, например. А еще... А еще скоропорщиеся продукты мы тоже, конечно, не будем покупать в большом объеме. Покупать молочку на целый месяц. Какой в этом смысл? Хлеб тоже на целый месяц. Ну, такие продукты ежедневного потребления тоже покупать не будем. Посмотрим, что получится. Пошлите. Пойдемте в магазин. Привет, Миш, привет. Еще что мы не покупаем? Не покупаем чай, потому что у нас много очень чая. Иван-чая и прочего чая нам надарили. Но раньше мы покупали пакетированный, а в последнее время мы пьем только листовой. Кофе мы тоже не будем брать, потому что я сейчас пью цуковь и она очень долго закупилась уже. Такое ощущение, что нам нужно только фрукты и овощи купить. Да, нам нужны фрукты, овощи и мясо. Но то, что заканчивается ежедневно... Мясо продолжаем есть. Мясо мы кушаем. Я люблю мясо. Я этого не скрываю. Мясо. Нам все на почку надо взять. Так, ну и конечно же стоит сказать еще о тех продуктах, которые мы в принципе никогда не покупаем. Это готовые какие-то блюда, салаты, мы не покупаем кондитерские изделия, мы не покупаем... А, ну трудно с кондитерскими изделиями печенье за 100 рублей килограмм. Еще мы не берем полуфабрикаты, такие как колбасы, сосиски, мы от этого практически уже отказались. Пельмени всякие, вареньки мы тоже не покупаем готовые. Мы стараемся все сами делать. Основу для пиццы мы покупаем иногда, но тоже стараемся делать ее сами. Основу для пиццы. Пиццу мы точно делаем сами. Ну а что там покрошить просто? Мы очень давно уже не берем конфеты, на развес какие-то готовые. Ну только на праздники, на праздничный стол какой-то. Еще один! Да, еще один магнит, очередной он. Он их запустил. Последние закупки мы сделали. И, кстати, я обратил внимание, что уже на рынках становится дешевле овощи покупать, чем в магазине. Те же самые, например, огурцы уже по 50 рублей у нас на рынке здесь. А помидоры также, как они стоят редиска по 60 рублей за килограмм. Это очень дешево. Да, мы сейчас просто были в магните, который находится напротив нашего маленького рыночка. И обратили внимание, что некоторые вещи дешевле. Картошка там по 18 рублей, мы купили чуть дороже. Картошка по 18 рублей. Кстати, что еще мы не покупаем, только алкогольные продукты. И табачные. И табачные. Миша, ты привет машешь? Всем большой привет! Сейчас уже утро следующего дня. Мы вчера вернулись домой поздно. И уже никаких сил снимать видео не было. Я сейчас начал выкладывать все те продукты, которые мы за вчера купили. И я просто в шоке. Смотрите, сколько много продуктов тут за углом не видно. Но сейчас я с другого ракурса покажу. Я даже в руках держу, потому что у меня просто на столе не помещаются все те продукты, которые мы купили. Сейчас все в порядку расскажу. Положу пока вот сюда. Это, наверное, самая большая закупка за всю нашу историю закупок на 3000 рублей. У меня просто не помещается здесь ничего на столе. Хотя в прошлый раз я выкладывал сюда на стульчике и решил на этот раз вот здесь вот все выложить. Так, давайте все в порядку. Сейчас все покажу. Получается, вот из этих продуктов складывается наш ежедневный рацион питания. Сейчас я расскажу, сколько это стоит и почему именно в таком количестве мы купили. Что-то, конечно, хватит из этого там. Вот фруктов, например, на пару дней и овощей там на чуть больше. Печенья закупа больше получился. Что-то мы вообще не покупали. Котик шуршит пакетами. Пакеты мы, кстати, не покупали, потому что пакеты в прошлой серии видео вы видели. Начну вот с этого края, вот с этого, вот с овощей, с огурцов зелененьких. Люблю зеленый цвет. 62 рубля стоили в магните. Со скидкой мы, кстати, в магните покупали 100 рублей из 500, то есть 20%. Мы специально покупки наши разбивали по 500 рублей, потому что у нас были купоны в этот магазин. Но мы покупали, вот эта закупка у нас была в обычном магните, в семейном магните. И еще я заехал, вот это вот все я купил в магазине светофор. Скажу сразу по стоимости, 1300 рублей в семейном магните, 406-418 в магнитах обычных. На светофоре было потрачено 1016 рублей. По стоимости я потом просто чеки покажу или перечислю все продукты. Сейчас пробегусь по наименованиям. Огурцы мы любим. Сейчас, кстати, уже весна, месяц май в Волгограде. На рынке огурцы по 50 рублей. Здесь мы покупали по 60. Два килограмма огурцов, морковка по 42. Морковку такую не пробовали. Она упакована, обычно мы на развяз берем. Две упаковки редиски. Мы за вчерашний вечер уже съели одну упаковку. Пришли и сразу на вечер сделали салат из редиски, огурцов и капусты. Капусту мы на этот раз не покупали, потому что у нас в прошлой закупке недавно делали. Закупку капусты там была. Так, картошки взяли много. Здесь просто не видно. Картошки взяли очень много. Здесь килограмма 4, может быть 5. По 24 рубля. Картошка хорошая, этого года свежая. Наверное, привозная все-таки. Лук тоже хороший. Мне в прошлый раз в комментарии написали, что лук плохой пророщенный. Этот лук хороший не пророщенный. Примерно килограмм стоил 15 рублей. Совсем недорого. Яблоки мы тоже взяли немного. Здесь килограмм. Яблоки дорогие, по 85 рублей примерно. Потом стоимость озвучу. Апельсинов совсем чуть-чуть. Килограмм по 47 рублей. Кокос совсем дешевый был. 30 рублей всего. Даже 23, кажется. И бананов тоже немного. Килограмм. Они питательные, вкусные. Бананы килограмм по 42 рубля получились. Ну, там со скидкой купона, минус 20%. В общем, где-то по 40 рублей вышли. Дальше у нас крупы. Лис обыкновенный. Лис круглозерный. Здесь две пачки овсянки. Они по 400 грамм. И все. Из круп больше ничего. Потому что у нас еще осталось с прошлой закупки много всяких. Настя категорически сказала, чтобы я никакую крупу больше не покупал. Вот у нас овсянка заканчивается. Все остального у нас много. То, что там вон еще в запасе. Видите, гречки очень много еще в запасе. У нас и сахара тоже много. Поэтому в закупке сахара нет. Арахис закончился и мука закончилась. Поэтому мы их и закупали сейчас. Вот дальше по этому ряду. Вот здесь печенье. Печенье совсем недорогое. В перерасчете где-то меньше 100 рублей за килограмм. Точно не помню. Это не знаю сколько стоит. Крикер. Дети его любят. Рыба. Карась запеченный. Очень дешевый. У нас он по 11 рублей за 100 грамм. То есть 110 рублей килограмм. Мы сразу два взяли. Вчера на ужин одного уже съели. Очень вкусный карась. 11 рублей за 100 грамм. Ну там ценник такой. 110 рублей за килограмм. Это супер цена за готовое блюдо. И очень вкусный. Ладно. Хватит про карася. Отложу его в сторону. Отличный карась. Еще раз скажу. Супер карась в семейном магните. На Монолите продается у нас в Волгограде. Итак. Дальше здесь лаваш. Лепешка. Это из хлеба. Хлопья мы тоже берем. Дети. Не знаю почему жена до сих пор детям предпочитает давать хлопья с сахаром. Я для себя стал покупать хлопья без сахара. Кукурузные. Они стоят 50 рублей за такую пачку. Здесь 320 грамм насколько я помню. На завтрак я люблю покушать. У таких хлопья без сахара они жесткие. Но приятные на ощупь. Здесь только в составе кукурузная крупа и соль. Мука закончилась. Муку взяли 30 рублей за килограмм всего. Настя взяла вот эти макароны. На этот раз она взяла чуть подороже. Щебекинские. По скидке конечно же. Две пачки таких макарон. И вот такие вот макарошки. Макарошки Настя очень любит. Особенно с сыром. Кстати сыр вот здесь присутствует. Яйца одну пачку. Потому что у нас еще не закончились предыдущие. И сыр. Сыр 300 с лишним рублей за килограмм. И сыр 250 рублей за килограмм. Который 400 грамм. И здесь около 300 грамм. У нас много сыра. Который мы по акции купили. Хохланд. Поэтому этот сыр мы специально для пиццы взяли. Мы сыр не стесняемся брать. Вот такой недорогой. Который 250 рублей за килограмм. Нам на вкус он нравится. Ну кто не нравится. Просто не покупайте. Шпроты мы взяли просто полакомиться. Настя очень любит шпроты. Поэтому исключительно наверное для нее. Для поднятия настроения с огурцом. Бутербродики Настя просто обожает. Если поджаренный будет вообще супер. Вот такую приправу мы берем. Стоит она 100 рублей. Здесь исключительно все натуральное. Ни одних ешек. Ни консервантов. Ничего. Здесь только морковка. Там перетертые какие-то специи и прочее. Добавляем в разные блюда. Очень удобная вещь. Кстати. Там баночка как раз у нас закончилась. Сейчас. Вот. Надо. Вот она. Надо ее выкинуть. Вот. Отличная специя. И специи для рыбы тоже взяли. Эта закупка была уже вот эта вот часть. Вот с этой вот. Я очень боюсь, что она сейчас упадет. Такую пирамиду выстроил с этой икрой. Две банки кукурузы, два горошка, две фасоли. Мы их уже пробовали. Цена у них примерно по 30 рублей каждая. Нормальный горошек, нормальная кукуруза, нормальная фасоль. Это все в светофоре. В светофоре я заезжаю исключительно за покупкой вот арахиса и черносливы и кураги. Арахис у нас заканчивается. В светофоре он самый дешевый. Он не обжаренный. Килограмм 110 рублей стоит. Грецкий олег у нас еще не закончился. Мы продолжаем есть его. Курагу я не купил, потому что она была не очень хорошего качества. Черносливы не было. Финики у нас еще есть. Финики там еще покупаем недорогие. Четыре банки кабачковой икры. Мы ее любим. Она недорогая была по стоимости. Не помню. Скажу потом. То уже мы покупали в обычном магните. Две кашки по 50 рублей была акция. 200 грамм. Это для маленького нашего. Ему два года. Он еще любит кашку такую поесть. Одну пачку майонеза. Пригодится. Тем более скоро будут дни рождения. И вообще в принципе майонез я ем. Теперь творожные продукты. Дети едят у нас вот такие вот. Четыре творожка по 20 рублей. Такие два творожка по 42 рубля. Сметанка. По акции взяли 59 рублей последняя. Здесь две пачки молока. Я пью редко. Но дети и Настя любят молоко. Здесь печенка говяжья. По стоимости 160 рублей за килограмм. Это уже в семейном магните. Также в семейном магните мы мясо купили. Около четырех килограмм взяли мясо. Так. Килограмм. Два. Три с половиной килограмма. По 199 рублей за килограмм. Это без кости. Здесь. Это лопатка. В принципе мясо. Жира мало. Хорошее мясо. Обычное мясо. Свинина обычная. Свежая. Сейчас мы часть переработаем. Часть на кусочки порежу. Часть на фарш сразу. Все это перекручу. И курица. Бедро. Один килограмм. Но вот эти три пакета я купил также в светофоре. Это вот с той закупкой. Вот вместе с этой икрой. Которая сейчас уже хочет упасть. Так. Здесь у меня шампиньоны килограмм. Сручковая фасоль. Которую только я ем. Никто больше ее не ест. И это черная смородина. Да. Черная смородина. Да. Черная смородина. Здесь тоже килограмм. По стоимости скажу чуть позже. Но это все в светофоре. Это очень выгодно получается там покупать вот эти вот именно вещи. Любые шампиньоны любит Настя. Стручковую фасоль люблю я. Компот и просто ягоды любят дети есть. Особенно Никита у нас старший. Если их разморозить он любит просто их так есть. Куда ушел гулять. Погода в Волгороде кстати отличная. Последние дни жара спала. Сейчас около 25 градусов. Вот в тени. Шикарно. Итак. По стоимости. Я не хочу озвучивать сколько стоил каждый продукт. Я просто вам этот чек покажу. И два чека из обычного магнита. Здесь смотреть будет не очень удобно. Потому что под каждым наименованием тут получена скидка написана. Новые чеки крепим сюда. Настя их потом сканирует. Здесь у нас отдельно акционные чеки. Кстати Насте вот новую книжку ГФК прислали сегодня. Мы до сих пор сканируем чеки этой книжкой. Никак не перейдем на мобильное приложение. Должны перевести. Вон сканер у Настя стоит там. В общем вот такая вот у нас закупка получилась. Мы кстати еще мороженое купили. Вчера вечером его съели. Его здесь не хватает. Да. Мороженое было не очень. Но съели его все равно за ура. Вчера ржавище было такое. Уберу пожалуй пока пирамидка не обрушилась. В общем вот такая у нас получилась закупка на 3000 рублей. Здесь примерно может быть 3100 рублей. Вы можете сами посмотреть что цены в Волгограде не самые дорогие. Это еще кстати лето не началось. Сейчас начнется лето. Фрукты овощи резко подешевеют. Уже сейчас вот середина конец мая началась клубника. Уже на рынках продают ее по 100 рублей. По 120 примерно. Что еще хочу сказать. Это покупка. Вы можете назвать ее рациональной. Можете экономной назвать. Мы ее никак не обзываем. Это просто наш обычный рацион питания. Что из этих продуктов будет приготовлено смотрите в следующих видео. Если остались какие то вопросы пишите в комментариях. Можете писать мне личными сообщениями. Я обычно сижу в контакте. Там я всегда доступен. Все необходимые ссылки в наших видео всегда в описании. Всем хорошего настроения. Еще раз всем любви, удачи и терпения. Пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok